Покет Антс. Колония такая вот муравьев на мобильном устройстве. Немножко с пиксельной графикой. Бета-версия пока еще. Ну ты знаешь, короче, я прям немножко даже подофигел от такой классной игры. Тут все простенько вроде бы. Ну так интересно. Меня захватило. Я уже, наверное, второй или третий день играю по пару часиков в день. Можно так сказать. Но мне очень нравится. Давай я тебе покажу, что я сделал сегодня, на сегодняшний день. А потом, возможно... Ну хотя, в принципе, зачем тебе смотреть самое начало. Давай я тебе покажу, что можно тут сделать, да. Итак, улучшения завершены. Ресурсы. Ресурсы исчерпан. Давай начнем сначала. Ты появляешься маленьким муравьем, у которого нет ничего. Это муравейник. Из него можно выйти. Так, смотри. Карта, да? На карте есть определенный тип ресурсов. Листва, семечки. Есть боссы. Вот этого я боюсь трогать. Он меня ушатал. Есть дерево, на котором живут термиты и осы. С термитами вообще беда. Их там несметное количество. Так, ну подожди. Тут у меня квестики кое-какие выполнились. Да, я завершу. Мои рабочие отдыхают, потому что... Они полностью исчерпали один из ресурсов. Поэтому знаешь, что я сделаю. Я назначу новый вид ресурса. А потом тебе расскажу, что... Куда они носят и зачем ложат. Окей? Так, на чем я остановился, парни? На чем, на чем, на чем? Угу, угу, угу. Так, нужно зарегистрировать источник. Источник добавлен. И вот. Листья у меня собирает... Собирает 11 и 29 муравьев. Все они сейчас ломанутся сюда. Вот, видишь, здесь на карте. Вот, толпа моя ломанулась собирать листья. Всего здесь 700, получается, единиц ресурса. Они все это собирают и... Что-то несут, оставляют. Блин, надо было, наверное, показать. Давай вернусь с пацанами. Так, пошли, братва. Музыка приятная такая, пиксельная. Олдскульная. Вообще все супер, короче. Так, ну тут моя охрана тусит. Вот. Есть склад листьев. Что-то понесут туда. Есть склад грибов. Здесь листьев выращивают грибы. Ну, грибы кушает королева. Она здесь. Здесь у нас, понимаешь, этот... Оссадник муравьев. Это... Это у нас логово чудовищ. Короче, когда побеждаешь чудовище, его можно взять в армию. Видишь, вот у меня армия из насекомых. Скакун. Две звезды. Это я два вместе соединил. Их можно соединять, сливать. Вот давай попробуем. А, не получится. Надо 15. 15 лапок у меня нет. У меня только 14. Чтобы лапки заполучить, нужно выполнять задание. Либо побеждать других насекомых еще. Это я победил немножко термитов. Это Тлю завоевал колонию. Здесь семечки хранятся. Здесь лапки насекомых. Так, ну все. Здесь они листья собирают. Теперь мы с тобой пойдем... Так, подожди. Так близко не надо. Теперь мы с тобой пойдем... Оформим сбор семечек. Красную колонию я победил. Там целая битва была. Вот здесь вот сверху. Колония красных муравьев. Пришлось с ними посражаться немножко. Победил. Так, собрать источник. Сейчас сюда пойдут муравьи, которые собирают семечки. Но с этим не получится сражаться, ребята. С этим сложно. Я пробовал армию мою. В 10 человек он уничтожает. Так. Давай-ка. Блин, столько муравьев свободных у нас. Давай-ка мы немножко распределим, чтобы они заняты были делом. Так, ну вот, смотри, давай еще по колонии пройдемся. Камера обработки еды. Следующий уровень открывает максимальное количество рабочих муравьев. И количество сохраняемого грибов, точнее. Вот можно улучшить за 500 листьев. Но у меня пока 230. Пока нет. Но она и так у меня уже 8 уровня. Дальше. Камера хранения листьев. Следующий уровень откроет количество сохраняемых листьев. Нужно 400 грибов. Можно апгрейдить, кстати. 2 часа на апгрейд будет происходить. Но пока нет, потому что я хочу немножко, дай, создать муравьев для армии. Они тоже необходимы как воздух. 7, максимум 7 яиц может моя королева снести. Здесь, здесь хранение зерна, тоже все просто. 200-200, хранение зерна увеличится с 500 до 1000. Королева. Уровень королевы на данный момент повышает уровень солдата. У меня сейчас 3 уровня будет 4. Нужно 350 семечек, да? Ты понял. Все, в принципе, просто. Здесь максимальное количество, которое может снести королева яиц. Сейчас 6 уровня, 7 штук. Нужно 300 семечек этих. Так, дальше. Камера частей. Здесь тоже все просто. Здесь только количество частей. Камера рабов. Вот, где у меня мои насекомые живут. Слияние 80% будет. Сейчас, по-моему, 75. Да, я сейчас проверю. Да, 75%. 75%. Будет 80. Но надо очень много лапок. 75. 750 штук. Камера хранения нектара. Это если заполучаешь колонию тли. Отвоевываешь у огненных муравьев. Там тоже их пришлось лупануть. Ну, пока не нужно. Пока, пока, пока не нужно. А это камера хранения смолы. Это когда с термитами воюешь. Следующий уровень откроет 6000. А сколько сейчас? Я не помню. Ну, это тоже надо. 75 лапок тоже немало. 500. 400. Давай этого лупшим. Пускай будет. Ну, и армию. Давай. Сейчас у меня 15 штук. Надо. Надо собрать, ребята, армию. И пойдем сейчас на термитов нападем изначально. Нет. Сразу не термиты. Сразу я тебе покажу. Бой. Тут же есть пвп. Ну, рабочие я тебе показал, как их правильно, да? Показал. Сразу я хочу. Так, что показать хочу? Так, с армией понятно, да? Армия, армия. Создаем. За грибы она создается, армия. Ну, вообще шикарно. Шикарная игра. Очень нравится. Дальше. 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 Дальше мы идем пвп. Сразу коснемся защиты. Вверх, допустим. Я вот распределяю, сколько процентов у меня, когда пойдет. Не от количества муравьев, а именно от процентов. Вот. 51% будет защищать матку. С ней сразу здесь 2 насекомых. Само гнездо будет защищать тоже 2 насекомых. И 25% муравьев, но это 5 от общего количества. Ну и, соответственно, наверху 5 будет бодяться. Они, по сути, там, может быть, даже и не нужны. Ну, что такое ранг, я пока не знаю. Здесь можно напасть либо на другого игрока, либо на доктора Зани потренироваться. Ну, давай доктора Зани сразу лупанем. Вот, моя банда. Армия 29 солдат у меня. Здесь немножко сдвину джойстик в другую сторону, поэтому буду аккуратнее вручную. О, у него тоже, смотри. Слушай. Здесь есть и насекомые, и все. Так, а где мои насекомые? Блин. А, во. Все, вспомнил. Давай, атакуй, гада. Все, а? Отлично. Блин, нифига себе, 12 муравьев моих сложили. Так, давай, пацаны. Я должен победить. Потому что этот несложный. Ой, у него тут еще, блин, банда. Атакуем. А, ну все, на него напали. Отлично. Атакуем. Да, давай, 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 давай. Королева муравьев. Атакуем. Ну все, победа. В принципе, легкая победа. И сейчас покажут, что я заработал здесь. Ну, блин, жирная как раз, потому что они долго жрут. Всего лишь один этот. Слабовато. 10 грибов, 10, 10, 10, 3. Отлично. Юнитов 20 потеряно, 39, нифига, блин. А, это у него потеряно. Я 20 своих потерял воинов. Армия. Блин, столько сожрали моих доблестных воинов. Во, кстати, у меня сейчас можно слить двоих богомолов. Шанс успеха 75%. Я уже один раз пробовал, не получилось. Давай еще раз. Вдруг получится. Такой раз. Есть, успех. Отлично. Значит, что у нас теперь получается? У нас два насекомых второго ранга. Это замечательно. Так. О. Еще и награда хорошая в 20 этих. Здесь вот появилась активность. Нужно заполнить шкалу активности. И тогда смогу привлечь вот этого вот жука какого-то крутого. Давай, что теперь? Так. Все. Армия. 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 Сколько у меня там в армии человек? Двенадцать. Но я больше десяти с собой брать не могу, если нахожусь на своей карте. Потом мы, может быть, сходим еще на ПВП. Для начала давай сейчас термитов полупим. Так. Созываем армию. Десять. Десять муравьев за мной там побежало. Побежало, побежало. Все отлично. Идем к дереву. На дереве живут термиты. С термитами тоже непросто. Их, как оказалось, их очень много. Их оказалось очень много. Вот. Все. Дерево. Дерево, 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 дерево. Термиты есть тоже воины. Есть рабочие. Ну, воинов сразу видно сдалека. И они, кстати, намного сильнее моих муравьев. Вот уже троих моих ушатали, блин. Как здесь собирать? Это надо полностью гнездо термитов, значит, уничтожить, скорее всего. Ну, видишь, опять воины пришли. Я вот сколько не пытался, они идут, идут, идут и идут, блин. Сложно, короче, очень сложно. Даже эти рабочие даже воюют с моими, слушай. Без шансов, короче. Я в прошлый раз тут погубил целую армию, короче, и толку никакого. Они идут, 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 идут. Их, короче, бесконечное количество здесь. Еще как на гнездо напасть, я вообще не знаю. Короче, моих там сейчас всех положат, скорее всего. Но это не столь важно. Ай, я хотел в гнездо прорваться. Я вообще очень слабенький, на самом деле, получается. Меня убивают все, кому не лень. Подожди, квест какой-то ежедневный выполнился. Победите 14 терминтов. Вот, можно собрать ресурсик какой-то. Выиграйте 5 боев, посмотреть рекламу. Где эту рекламу смотреть, еще узнать. Магазин. В магазине за смолу. За никта. Можно апгрейдировать вот этих вот парней. Сколько у меня сейчас смолы? 20 никта. Что я могу сделать? Вот это что? Холизонтема. Временно парализует вражеских существ. За день действия муравьи не пострадают. Может быть, использована один раз за бой. Ну, есть какие-то, ты знаешь, и апгрейды всякие интересные. Увеличивает скорость передвижения муравьев солдат. Так, феромоны у меня один остался. За 3 феромона призываешь дополнительное существо, которое можно победить. 275 смолы. За это тоже апгрейды. Но тут ее нужно намного больше. Увеличивает здоровье венерина и мухоловки. Какую-то мухоловку можно еще заполучить с ушей. Короче, есть какие-то варианты прям интересные. Дальше, что мы с тобой будем делать? Ночь настала. Долго мы не будем ничего делать, потому что интереснее развиваться. Очень интересно самому это все делать. Поэтому я тебе сейчас покажу еще битва, 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 битва. Давай нападем в ПВП. Блин, армия у меня слабенькая. 5 человек, только я не смогу победить с такой армией. Ладно, попробуем. Неважно. Попробуем победить. Давай, битва. Найти игрока. И попробуем напасть. У меня же еще есть мои насекомые. Сколько у него? 35 юнитов там. Даниэль. Вот. Насекомыми будет проще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. За что? Меня грохнули. Ладно. Главное тут не потерять насекомых. Так, здесь все. Уничтожу. Давай здесь. Главное не попасть здесь опять. У него что-то солдат вообще нет. Может быть тут... Ой, там паучок. Смотри ты. Атакуем. Давай, пацаны. Две эти гады. Так, отлично. Паука зашатали. Ой, у него там еще трое. Блин. Вот это может быть плохо. Это может быть плохо. Пусть... Пусть... Пец, блин. Так, мои насекомые в целости пока. Созвать. Мне некого созывать, слушай. Кто у него остался? Блин, у него там тоже трое Как мне подобраться к ним? Давайте, пацаны, давайте Ну, победите, я вас верю Блин, у него какой-то крутой, походу, жук какой-то Все, у меня последний богомол остался Моих порвали Вы потеряли свою армию Печаль Ну, видишь, вот такое бывает С маленькой армией пошел и проиграл Слушай, я Фух, они остались Я уже испугался, что сейчас никого не будет, блин Выиграйте пять боев Завершено Ну вот, видишь Бывает сложно Ты говоришь легко-легко Тарантуру Это я открыл только троих из Особых вообще никого Особых вообще никого не открыл Короче, из воинов у меня никто не остался На карте что там? На карте ничего Только этот, но он тоже сложный Как на карте пользоваться насекомыми Я пока что-то не сообразил еще Подожди, апгрейды какие-то можно сделать? 400 200 200 Нет, нельзя 350 О, я могу королеву улучшить Обязательно надо, чтобы уровень солдат улучшился 36 осталось 150 750 Так, 100 100 Пока так Ну вот и все, в принципе Как бы все простенько Вроде кажется, как и мало Но на самом деле, в самом начале было еще меньше Потом начало появляться еще что-то Еще что-то И еще что-то Я даже еще не смог Завоевать не здесь Дерево не здесь Так что, как вариант, есть активности Здесь вот гнездо огненных муравьев Я напасть тоже не могу Гнездо красных муравьев Периодически уничтожаю Других насекомых уничтожаю Но не всех Вот этого скорпиона не могу Он слишком сильный для меня Ну, 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 что ну Ну, все тогда Как бы я все, что хотел, тебе показал И хочу тебе сказать, что это Это интересно Поэтому Предлагаю тебе скачать И поиграть А если тебе действительно понравилось То почему бы не поставить мне лайк Вот попрошу прям лайк скажу Давай мне лайк быстро Ну, все тогда На сегодня Увидимся в другой раз Большое спасибо И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok